Сегодня 24-го вообще проходит в стране в нашей акция «Библия ночи». И, казалось бы, это акция в первую очередь в отношении к библиотекам, но дело в том, что наш мемориальный музей, кстати, уже имел опыт проведения «Библия ночи» год назад, стал вопрос о том, чему посвятить ее. И наше давнишнее знакомство, сотрудничество с Андреем Ряром, нашим томским известным, будем так сказать, человеком в Томске. И поэтому при встрече возникла идея о том, что давайте посвятим его предстоящему юбилею Иосифа Бродского ровно через месяц, исполнилось бы 75 лет нашему известному поэту, русскому поэту, лауреату Нобелевской премии Иосифа Бродского. И уж кто, как не Андрей Ляр, который является переводчиком, исследователем творчества, который в настоящее время готовит целый ряд проектов, и его как раз расскажет об этом, что такое Бродский, наверное, в нашей поэзии, в нашей культуре, коротко расскажет о своих проектах, что нам нужно узнать в ближайшее время по этой тематике. В этом книге идет о религии о жизни в Хердинге в концентрировании Ботенбург. И Брун Арбетт, который я написал в этом книге, это было нашим, так сказать, в первом студии, когда я научил английский язык. Календарь. Телефонная будка, проволочный космос, медный грош. Две копейки когда-то стоил звонок. Их надо было иметь, чтобы позвонить любимой женщине. И все это происходило, и призрак откликался. Последним воплем зуммера ночи. Но на самом деле, когда я размышлял над этим стихотворением, я понял, что не все так просто в сознании человека, который пишет стихи. Больше всего в своей жизни он любит вот то самое состояние, когда он набирает этот щербатый телефонный диск и звонит своей музе. Но музей не женщине, а своему языку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok